Точка баттл, рэд-площадка из Москвы набирает обороты. Уже на старте сезона организаторы смогли показать достойную конкуренцию многим баттл-лигам, сделав ставку на новых и голодных МС. Тем самым они не прогадали, и уже сейчас можно насладиться достойными баталиями. 16 МС бьются за полмиллиона рублей. Наряду с новыми именами в сезоне принимают участие и бывшие участники Версуса, Провоз и Вудбекер. Как говорят сами организаторы, зачем ехать в Питер? Переходи по ссылке и смотри точку баттл. Точка баттл, Москва, драть! Арей! Так, извиняюсь, заранее я при вай-фае отрубился и тут может плохо ловить. что мажь тут все привет привет так жду народ сейчас короче пару штук во первых все ждут документалку с королевы мы доделываем скоро будет короче до 1 апреля вот что дальше будет выступление в москве в конце месяца там я поставлю треки чуть позже анонсируется мерчуха в идеале будет до конца месяца мы там сделали сейчас скажу сколько 4 которые выйдут сейчас 5 6 7 7 7 7 очень прикольных дико запарились над ними что ему понравится дико запарились над ними что ему понравится что-то еще а ну нужно будет отход за концу месяца как раз сейчас уже начал активно скидывать заебись должен быть на фотках кстати что-то мне британ нравится сейчас больше чем с бородой что думаю я погоняю на чистенько немножко этого час я жду в реплаях всех кто а мне говорит потому что мне 30 лет жилобно смешно час камень почитать так ща поотвечая на ваши комменты че мерч появится к концу месяца сейчас их сейчас вы их не купить я думаю сайфер должен быть но типа вы понимаете должны все люди освободиться одновременно от туров вот для этого я думаю будет пока таких планов не было но я думаю будет обязательно я сам эту тему пролоббирую может быть только пишу на сайфер кстати хорошая идея надо сделать бит для сайфера мерч футболка свитшот толсток худи с капюшоном пины и несколько секретных айтемов которые я щас раскрывать не буду повестку я дроп на 1 апреля дом не шапка моделлер блять на фоне расческа надел шапку гоняешь с причей охуенный почему-то он скатился где он скатился не вижу чтобы он скатывался о чем вы говорите вообще как ты придумаешь свои гениальные тексты я не думаю что они гениальны и я вот не считаю себя достаточно поэтично чтобы такому заявлять конечно желание бросить учебу было постоянно вы бы аргументировали просто на все скатился я вот не понимаю что вы имеете фит с давидом который жимбо я хотел еще на бон я его приглашал на это на корриду и на грязное окно ему не было интересно поэтому сейчас я звать не буду когда у него снова возникнет желание тогда что мы сделаем потому что типа одна из проблем фитов это время каждый раз вот допустим у меня в итоге так получилось что на повестке не будет фитов в ряду того что мне некогда ждать куплеты людей некогда просто сидеть там по пять месяцев ждать рома ты хуй ну вероятно я хуй навряд ли я пизда а света чем я не связывался но он тоже очень прикольно мне кажется один из самых красноречивых панча это я включаю третий глаз чтобы увидеть кто продаст меня за 30 серебра очень вот вот это поэтично по моему с моего сена тоже поработать когда свободное время будет я себе сейчас дам большую передышку от написания потому что последние два месяца я провел непрерывные практически работе над музлом ну по крайней мере когда у меня было свободное время я всегда нужно обнуляться ну типа иначе музыка будет во всех релизах повторять сама себя я не думаю что это есть гуд всегда нужно стремиться к чему-нибудь другому разному необычному новому это очень важно по моему что цель номер будет известно с выходом да на повестке 9 треков извините что 3 секунд Я же, блядь, не папить, чтобы правильно стримить. Мечтаю фитонуть с Томом Уэйтсом, со скрипом, сон люксом, будкидом. Не знаю, кого еще такого взять. Блядь, вот сейчас так не прикину, конечно. Я очень хочу биты от определенных крутых битмарей, типа Ванды Герл. Очень-очень хочу от Ванды какой-то продакшен, но вряд ли это реализуемо, потому что они там продают биты по 5-10 тысяч долларов. Я не думаю, что у меня есть такая сумма. Один из стройков опять, залетают какие-то долбоебы, пишут мне всякую хуйню. Ребят, если, еще раз повторяюсь, если вы зашли в топ эфиров и вам что-то здесь не нравится, либо вы знакомитесь и узнаете, кто я, либо не пишите свою хуйту незнакомому человеку. А что у меня со шмелем? У меня ничего со шмелем. Я просто бамблу указал на его ошибку и все. Типа это там поблосы раскрутили эту хуйню, какой-то биф или еще какой-то пейбот. Да нет. Просто есть позиции разные у людей. И это ничего страшного нет. Типа от чего-то все думают, что, ну там, условно, если люди даже на одном лейбле, то у них нет разногласий. У меня в Б много с кем разногласия по разным вопросам. Но это не значит, что я с людьми в ссоре какой-то или еще что-то. Там просто есть разные взгляды и разный, как бы сказать, информационный багаж. Все же из разных источников получают информацию. И из этого составляется мнение насчет чего-либо. Я могу ошибаться, у меня, ну типа, в каких-то вещах хватит мужества признать свою ошибку. Я думаю, это, кстати, одна из важных вещей, которая должна присутствовать у мужчины, это, как бы сказать, не совесть, а некий уровень благородства, чтобы признавать свои ошибки. Потому что если ты, ну, долбоеб, который даже знает, что он пиздеет, говорит неправду, ну, или резко там в диалоге или разговоре, понял, что ошибся и не можешь признать свою неправоту, ты дегенерат тупой. Ну вот. Это я сейчас не о Бамбле, это я, ну, в принципе, говорю. Так вот, типа, разные информационные поля, поэтому я не считаю, что у меня что-то с Бамблом. Просто есть разные позиции насчет какого-то вопроса. У меня на голове, вероятно, волосы. Две пачки сигарет я примерно за сутки выкуриваю. Меня заебали с курением, ребят, когда мне нужно будет, тогда я брошу. Хотел бы записаться живой электрогитарой без сэмплов, а я на повестку записал живую гитару, спасибо Паше Горбузову, моему гитаристу, который прописал ее буквально позавчера. Что значит рака, не боишься? Боюсь рака, а кто не боится рака? В принципе, боюсь смерти. Смерть – хуевая тема. Мне кажется, не может физически настать момент у человека, который обладает какым-то любопытством к жизни. Всегда страшно, что что-то не успеешь сделать. Новая повестка, 1 апреля. Да, он тупует у меня за одну минуту заебал, чехол-то сдохнешь скоро. Пчелик, ты можешь спокойно вырубить трансляцию, а потом пойти и дать в жопу своему отчиму. Зачем бояться неизбежно? Господи, блядь. Потому что время, блядь. Время – это главный ресурс. Если что-то ограничивает твое время, значит, ты что-то не можешь сделать. На свежем. Да не продался Димчук, просто они предали проект и начали толкать свою крипту. СС-Товара. Что там, дым-перегара? Какой-то еще хуйню. Прикольный трек. Да, вообще, в принципе, Ром Казазин крутой. Я не знаю, когда трек с Жаком выйдет. Я попросил скинуть мне демку, которую мы записали там на студии. Чтобы переписал текст, записал свой. Куплет еще мне до сих пор нихоя не кинули. Если там, условно, еще полгода, блядь, не смогут залить один файл на файлообменник, я просто этот трек заберу, так как бит мой, сделаю сам на него что-нибудь. Сори. Сори, прервал. Вон, баба, которой еще ни одних месячных не было, мне пишет, что я чему. Могу направить тоже к отчиму. Многознал, клевый. Спасибо за поздравление с записанным финалом. Записанным финалом, но я не могу оценивать свой собственный релиз. Сейчас вы его оцените. Макулатуру слышал. Старую макулатуру. Ребята, вот насчет тура я сказал, блядь, до повестки будут подгоны. Еще пояснения нужны? Я думаю, нет. Маша в Томске. Скарлорд порвет свою связку к ебаной матери, если и научится расщепу. Сплю около 7 часов, наверное. Сколько по деньгам стоит примерно одна песня? В смысле? Какие рот у нас, блядь, инстальд с двумя кнопками. Слышал про статьи, слушал статьи. И снова он пишет мне чмо. Девочка, сколько тебе? Я вот не могу зайти на твой профиль, на тебе лет 12. Я надеюсь, ты к своему шкафу, от которого ты прячешься от отчима и пишешь эти комменты, тебе хотя бы постель постелена, ты сейчас успокоишься, ляжешь крепко спать, и друг мамы больше тебя не достанет. Тебе 14 есть. Да не локи-локи, а оки-локи. Оки-локи, раз на лококе, нос на ветруке, мясо ловлю как охотник, мне не дано профаном быть лодер, не подходи на раскопки, москоп не кормят тех, кто не помнит, как это быть наготове, и каждый релиз ловить и хранить магнитные ленты на полке. Там оки-локи, а не локи-локи. Оки-локи. Симпиолос, рока и рэпа был еще, когда Росмит записали с Саран Диэнси. Ребята, видимо, слишком либо недавно валились в культуру, либо достаточно молоды, чтобы об этом вспомнить, а еще вспомните дохренища хип-хоп коллективов. Новое звучание хип-хопа слилось сроком, это да, но сам хип-хоп сливался сроком еще задолго до нас, задолго до Мирона. Мне 24 годика. Теперь девочка пишет, я тебя люблю. Вот стоило, она типа так троллит. Что за кеды на ногах? Знаю, по-моему, это рарный айтем суприм с луи виттон. Типа, я бы их продал, стоимость 70 тысяч рэ, могу скинуть до 60. А 9, маль, отговори мне 9, или? К телу хорошо отношусь. О, фролл тут, привет, фролл. смешно. Ну, что-то вы все ржете, ржете, только никто предложение по покупке не пишет, что-то. Опять спрашивают, сколько мне лет. Мой вейс очень крутой, интенсионно очень крутой. Ты кто? Спрашиваешь, кто я? Зайди на мой профиль, там есть и ссылочки, можешь узнать, кто я. Пойдешь, если позовут на Версус? Я не вижу смысла идти на Версус. Я могу спокойно встретиться с любым человеком, с которым будут какие-то особо острые разногласия, решить их, а не делать это на камеру ради пиара какой-то хуйни. на Кузнецке встретился до 90каза, то пули не пизди, в кузне нет таких бабок. В кузне ты со мной только дезаморфином наверное расплатишься. Просто смотрел сюжет про кузню вайсом, блядь. У вас какой-то пиздец наркотой, ребята. Ну, по крайней мере, в 14-м году был. Не батя сыт говном, а батя сыт наевшийся говном, но батя сыт и кипятком. Сать кипятком значит с чего-то беситься. В смысле говорить сквозь зубы? Вот ты вот разговаривал или что? Какие-то странные, блядь. Для нас это официальный аккаунт. Держь на Версус, если будет какой-то супер конфликт. Но что-то я подумал, мне неприятно это все. Типа, не хочу развлекать толпу. Какой хуй это надо? ПМ меня тоже не влечет. Да в принципе Версус меня не влечет. Мне кажется, это очень лицемерно приходить туда и давать какой-то конфликт, который таким не является. даже там условный гуф пришли, думаете, они хоть сколько-нибудь чувствовали дискомфорт друг напротив друга. Да нихуя. Они были довольны гонорарами и там тоже никакого конфликта не чувствовалось. боишься без автотюна не вывести? Челик, ты взгляни на повестку, пожалуйста. Эту повестку послушаешь. и процентов 60 треков сбона они без автотюна. Поэтому не пизди мне, пожалуйста. Окей? И лайвы, которые выходили сейчас тоже без автотюна. Какой это пора реки был конфликт? Показушно вот так вот лбом биться ебаный рот. Ой, какой конфликт. Ой, они лбом побились. Охуеть, конфликт, вам кормят говно на лопате, а вы едите. конфликт, блин. Сейчас лишь 75. Козёл! Козёл! 25.17 слушал в детстве. Трек сведу за 15.000. Горечь я не советую типа обращаться здесь к стае, потому что я думаю, что процентов 40 людей, которые здесь находятся, это не стае, это залётные ребята. ну не 40-300%. На лайвы буду ходить, мне нравится. Просто типа не ведитесь на всякую хрень, типа наигранных конфликтов, договорных, условно договорных бифов, чтобы не поощрять такую хуйню. Потому что если люди будут чуть благоразумнее, люди перестанут платить и содержать таких людей. вставя, называя своих слушателей, которые готовы помочь любому из моих слушателей. Главное, чтобы вы между собой функционировали. Мне нравится то, что мне удается воспитывать в людях свободолюбие и некую толику адекватности, насколько я это могу. про блогеров и выборы я уже написал в твитере, ребятки. Большего, я думаю, не стоит говорить. Ребят, если бы знали, что с Sony Greasy происходит, вы бы тоже ку-кух и поехали. Привет, Красноярск. Может ли существовать стая без лидера? Да. здесь девушка, у меня есть жена, чувак. Расскажи уже про Маргер Штерна, Ром. Вот натурик, сижу тут, не рассказываю про Маргер Штерна. Красиво, Пепелюгу засветил. А с Джонни Арну? Какой Дженни Депп ведет трансляцию сейчас? Джонни Депп красивый 20-летний или Джонни Депп образца 2017-го года, блядь, опухший алкоголик? Я думаю, я с тем сравним. чем бы работал, если бы не музыка, я хотел стать менеджером кризисных предприятий, быть неким наемным работником, который бы выстраивал стратегию развития предприятий для выхода из критичных ситуаций, там, рисков банкротства, падения производительности и тому подобное. Мне бы это было очень интересно, именно как наемный рабочий, ну, в смысле, внештатный. Рак не от сигарет схватывается, ребятки. Такое ощущение, что, блядь, люди не знают, что такое рак. Рак это, ну, фактически аутоиммунное заболевание. Образуется посредством того, что, так как ваш организм постоянно обновляется, бывает сбой в системе, так называемый. И, как бы это объяснить? Айфон у меня. Мутируют клетки, организм неправильно вырастают. И так как организм воспринимает их как что-то чужеродное, ну, короче, образуется опухоль. Долго объяснять. Но, по сути, это неправильное клеточное образование. Таким образом, на рак может повлиять облучение, так как радиация способствует неприятным химическим процессам биологическим в вашем организме. так что сигареты на это крайне слабо влияют. Ну, влияют. Ну, крайне слабо. Я не думаю, что, в принципе, я не думаю, что, в принципе, нужно запариваться насчет таких вещей особо, потому что жизнь у вас все равно одна. Какой перестает вставлять трек? Не понимаю, о чем ты говоришь. Рокет пока что слабый. Ну, у меня добавлен его трек 18, блядь, он читает об одном и том же и, ну, камон. Типа, если мы берем хип-хоп как свободный рынок, то на свободном рынке работает здравая конкуренция. Для здравой конкуренции твой продукт должен обладать такими характеристиками, которые отличаются от других. Желательно серьезно. вот, а у него пока нет как бы это сказать, своего лица, что ли. Да, опять-таки, не какой-то хейт все время воспринимают меня как человека, который там слишком много в себя поверил или еще что-нибудь. Нет, у меня есть определенные знания по музыке, я достаточно долго этим занимаюсь. меломанию, слушаю все жанры, которые только можно. И типа, я в этом шарю. А в чем я шарю, я о том и говорю. И как бы уроки-то пока что нету своего лица, как артиста. А оно должно быть. так, читает дальше реплайчики. Конструктивное мнение 6ix9ine. Блядь, как же он этот голос делает? Я даже не могу, ну, блядь, он... не знаю, слабый он. Тоже слабый. Клип на китобой, но вряд ли. Ну, посмотрим. Посмотрим. Я пока не знаю. на че там клипы будут сниматься. Оброс еще не оброс. Мне еще очень долго растить. У меня же волосы были где-то такие, наверное. Но лоджика не слушал. Кстати, отметил, что лоджика очень похожая клоус порч. Если мы об одном и том же говорим лоджике. Как относишься к объединению Dolby Club? Прикольно. Ребята экспериментируют. Клево. Но у них, типа, иногда очень сильно диссонируют звучание, и поэтому мне лично тяжело слушать. Там прямо именно диссонанс идет по мелодике очень часто. Но это из-за того, что АСХ1 ебанутый. Но он хорошо ебанутый. Это клево, это клево, что есть такие люди. Про щека. А что мне про щека? То бишь, шока, то есть, Дмитрия Бамберга вам рассказывают. Мне нравится художество от Димы очень как он рисует. На все дерьмо Смиронова ЛСП делает круто. Я не хочу говорить про ЛСП. Уж извини. Лан, пластико, поэтому давайте задавайте нормальные вопросы. Блядь, фреков в повестке девять. Прекрасно виделось это в сториз, короче, это все можно было увидеть. Как отношусь к объединению вставим? Интересно, как к нему отношусь, если это мое объединение? Томский концерт будет. Я не знаю нутную грамоту, у меня все на слух работает. Сложу в фл. скрип дурным многозналом. Со всеми бы фитанул, но у всех занятое время. Я думаю, самое реальное это фитануть с многозналом. Скрип вечно занятой. Я думаю, что пока мы как-нибудь вместе не соберемся на студийке волей чего-либо. Я не думаю, что мы что-то замытьем. Интересно, поездка 2 похожа по звучанию на первую? Зачем? Зачем она будет похожа по звучанию? Зачем не делать один и тот же материал? Я не вижу никакого смысла в этом. Как неудобно. Дубленочка легендарная висит. Голос не влияет пока что в секрете. Но я не знаю, я же не бросал открыл с 15 лет, а голос в себе открыл совсем недавно. Локи рэп или рок? Любая музыка. И дум метал, и black метал, и синт поп, и психоделический рок 60-х, 70-х с фестиваля Bootstock и ragetone, dab, и dubstep, что не одно и то же, что очень часто путают почему-то. И электро хаос, и хаос общины, и дип хаос общины, техно в каких-то моментах. Ничего еще перечислять. А, конечно, рэп и рок больше же ничего не существует. в москве я живу. панкуху уже не нравится но кстати я немножко охуел на афише а не на афише это нравится я говорил то что панкуха не нравится ну просто я имел ввиду банк последней волны от нулевых по наше время потому что были такие легенды как of spring и гиппоп тот же банковал но я немножко перегнул палку честно признаюсь рамон из поэтому уж если кого-то обидел этими группами извините ты не прав тигру привет окси слушал альбом как видите еще не хвалит значит значит это будет что-то интересное кроме я говорю уже с кем я хочу сделать фильм после смерти пенгаева мне что-то умерла что думаю о порнофильмах чего не думать разве ты когда но дрочишь на порноху ты думаешь странный вопрос нихуя ты вспомнил то что переезжать в питер но я передумал потому что у меня в москве родня во первых во вторых москве намного больше рычагов давления и управление как думаешь когда же музыки будет двигаться скрип я полагаю суре за и копом я полагаю что скрип будет двигаться так же как последнем альбоме просто будет меньше речитатива я думаю кстати слитые треки и изъяли блять я не советую слушать слитая в к потому что треки сто раз преобразились и вообще идите на хуй кто слил треки вот там всего два из 9 но тем не менее проще мой друг и менеджер я закончил учиться нам маркетолога тфу блять маркетолог а парни фильмы это группа тут начал рассуждать бокал можно тренировать бесконечно что нибудь не так двери открыть дома и старых позвать друзей врачи обычно это на распевке тренируюсь на это я сейчас максимально слабо это выдал я столь записывал какие-то строчку пою мы верифицируем профиль джинниус да как только так сразу смуты институты доступны в читай есть приложение читай в appstore по крайней мере и там есть муты институт а на все таки да ребят